Привет! Добро пожаловать на английский завтрак! Меня зовут Антонина и со мной вы изучаете английский язык. Сегодня мы поговорим с вами о произношении гласных звуков в английском языке. Но прежде чем говорить о гласных и о том, как они произносятся, нам нужно изучить одно очень важное правило, а именно правило деления слов на слоги, потому что от этого зависит как произносится гласное. В английском языке существует два типа слога открытый или закрытый. Итак, как его определить? Закрытый слог оканчивается на согласную, то есть последнее, последний звук в нем согласный. Это закрытый слог. А открытый он, если он заканчивает согласным. Теперь нужно понять, как нам делить слова на слоги. В русском языке мы привыкли. Начинаем сначала. В английском языке надо делить с конца. Давайте потренируемся. Мы идем с конца слова и при этом каждый наш слог с конца должен заканчиваться согласной. То есть мы идем вот с конца. Гласная у нас идет. Нет, слог здесь не заканчивается. И вот согласная. Поэтому здесь мы остановимся. Вот у нас один слог и, соответственно, остается второй такой. Два слога. При этом первый открытый, второй тоже открытый, потому что если смотреть слева направо, то первый слог заканчивается гласный и второй слог заканчивается гласный. Эй-и. Это гласный. Так, смотрим вот это слово. Оно очень короткое. Идем с конца, где у нас вот так вот. Кстати, в каждом слоге обязательно должна быть хотя бы одна гласная. И вот у нас получился один слог и так далее. Вот так мы делим. Теперь, допустим, рассмотрим звук, букву эй. В открытом слоге она произносится как эй, как в алфавите. То есть здесь мы произнесем вот так. Кейк. Это, кстати, немая е. Очень часто в конце слова буква е не читается. Она является немой. Она используется только для того, чтобы сделать первый слог открытым. Чтобы у нас читалось не кэк, а кейк. Пирожное или торт. Кейк. Открытый слог эй читается как эй, как в алфавите. Закрытый слог. Здесь эй читается по-другому. Здесь она у нас читается вот так. Это звук между а и э. Для этого нужно широко открыть рот и представить что-то противное. И говорить кэк. Кэк. Между а и э. Ещё этот звук мы, конечно, потренируем. Сейчас мы изучаем общее правило. Кэк. Кейк. И кэт. Потренируемся ещё. Поделим на слоги ещё слова. Опять же, идём с конца. На этот раз, когда делим слово на слоги, мы идём справа налево. Идём, видим гласную и прилепляем к ней согласную. И вот у нас ещё один слог получилось. Два в данном слове. Здесь берём. Опять же, ос. Гласная. Прилепляем согласную. Вот и готов слог. И ещё один слог здесь получился. Итак, значит, здесь ю получилось в открытом слоге, ай получилось в закрытом. Сразу подскажу. Ю читается в открытом слоге как ю. Опять же, как мы её читаем в алфавите. Мью. Поэтому здесь будет музык. И ай читается как короткое и в закрытом слоге. Здесь у нас закрытый слог, потому что он заканчивается на согласную. Слева направо здесь. Делим, когда слоги считаем справа налево, а когда определяем закрытый или открытый слог, смотрим слева направо. Так, теперь здесь попытайтесь сами определить, какие здесь слоги. Открытые, закрытые, один открытый, другой закрытый. Этот слог закрытый и этот слог тоже закрытый, потому что оканчиваются они на согласную. Здесь в закрытом слоге ю читается как а. Между а и о, но ближе к о. Получается but. Опять же, повторяю, что эти звуки мы потренируем. Сейчас изучаем логику, чтобы понять логику, и потом нам легче было читать с вами слова. И звук и, буква и, читается в закрытом слоге как э, просто э. Поэтому здесь butter, butter. Итак, и еще два длинных слова, давайте потренируемся. Идем с конца. Вот так, вот так, вот так и вот так. Кстати говоря, читается, как читается слово, как читается гласное, важно в ударных слогах. Потому что в неударных обычно, практически всегда, гласное читается по типу закрытого слога. А вот в ударном месте тут надо решать, то ли она открытая, то ли она закрытая. В ударном. В этом слове, проверяем по словарю. Ударение. Два на самом деле, activate. Раз и два. То есть два слога ударных. Activate. Второе ударение сильнее. Но это не важно. Для нас два ударных слога, и на них мы должны обратить внимание. Здесь, то есть, читаем как закрытая, и, короткая и. Здесь, читаем, вообще, не читаем, да, это не мое, е, его не читаем. Теперь осталось три слога. Activate. Вот эти два ударных здесь надо определять. Здесь у нас закрытый слог, поэтому мы читаем как а. И здесь открытый, поэтому здесь мы читаем как эй. И получается activate. Еще одно слово для вас лично. Постарайтесь поделить его сами прямо сейчас. Сейчас мы посмотрим с вами на таблицу, как читаются гласные в открытых и закрытых слогах. Гласные, все гласные, причем ай и уай читаются одинаково. И они читаются в открытом слоге, и как они читаются в закрытом слоге. Вот эти звуки нам надо запомнить. Итак, эй в открытом слоге. Эй, как в алфавите. В закрытом ээ. Мы уже это обсуждали. Между а и ээ, как будто вам противно. Ээ, кат. Дальше идет буква и в открытом слоге, как длинное и. Кстати, двоеточие в транскрипции означает, что звук долгий. И в закрытом ээ. Далее. Ай, в открытом слоге читаются как ай, в закрытом как и. Короткое и. А здесь длинное и, здесь короткое, двоеточия нет. Оу в открытом слоге читается как эээ. Это дифтонг. Оу. То есть как бы о и у вместе. Оу. И в закрытом как а. Между а и о, но чуть ближе к а. И последнее это ю. Читается в открытом слоге как ю. А в закрытом как а. Между а и о, но чуть ближе к о. Итак, сейчас рассмотрим примеры. Эй. В открытом слоге эй, как мы уже с вами обсуждали, то есть получится кейк, например, да? Изучали мы слово эй, кейк. И в закрытом ээ, кат. Возьмём звук и. И, например, в открытом будет слоге, будет глагол быть би, открытый би, и, длинный и. И в закрытом пэн, ручка, пэн. Дальше, ай, в открытом, ай, time, время, time. Или, например, стайл, стайл. Тоже открытый стиль, стайл. В закрытом, короткое эй, как мы уже обсудили. Например, диск. Диск. Это диск. И, допустим, миф. Миф. Это миф. Миф. Короткое эй. Дальше, о, го, идти. Глагол го, идти, го. И в закрытом, а, между а и он, ближе к а, это, например, будет spot. Spot. Место или пятно. Spot. И you. Возьмём music. Мы уже его обсуждали. Music. Music. И, допустим, put. Это исключение. И слово cut. Cut. Резать. Cut. Между а и о, но ближе к о. Итак, давайте ещё раз потренируемся. Эй. В открытом. Эй. Cake. В закрытом. А. Cat. И. В открытом. И. Би. В закрытом. Э. Pen. Ай. В открытом. Ай. Time. В закрытом. И. Диск. В открытом. Ай. Style. В закрытом. И. Myth. О. В открытом. В открытом. Го. В закрытом. А. Спот. Ю. В открытом. Ю. Music. В закрытом. А. Кот. Здесь у нас звёздочка. С Ю. Есть особенность, которая заключается в том, что после звуков Дж и Р. Мы Ю произносим не как Ю в открытом слоге, а просто как У. Например, слово Джун. Это июнь. Месяц. Джун. Первый здесь звук Дж вот так обозначается. После него Ю в открытом слоге читается как У. Не Ю, а просто У. Джун. И, например, возьмём слово правило. Правило. Рул. Читается не РЮ, а Рул. Потому что после звука Р, Ю тоже в открытом слоге читается как длинное У, а не как Ю. Да это даже и читать неудобно. Дж Юн. Что это за кошмар? Или РЮл. Кошмар и ужас, да? То есть после звуков Дж и Р читаем У в открытом слоге. Ю как У. К чтению гласных мы ещё вернёмся. Гласные по-особому ещё читаются со звуком Р, когда он где-то рядышком после них стоит. Чтение очень сильно меняется. Это мы тоже обязательно обсудим. И эти правила, эти особенности мы опять же с вами обсудим ещё и попрактикуемся. Потому что зная логику, понимая логику, вы легко будете читать слова. Вам намного будет легче. Не нужно будет постоянно залазить в словарь и постоянно запоминать, заучивать какие-то чтения. Конечно, есть исключения. Как я уже сказала, например, слово put, класть, пишется вот так, и по идее должно читаться как put, но читается put. Исключения есть, но их не так уж, в принципе, и много. Эту логику запомнить и понять очень полезно. Поэтому посмотрите этот урок пару раз, заучите вот эту таблицу. В конце занятия я вам ещё раз её дам, чисто одну на весь экран, чтобы вы могли сконцентрироваться, изучить, выучить, приписать в тетрадь. И, собственно, мы будем продолжать изучать произношение английских слов. А на этом всё. Я надеюсь, что урок вам этот понравился и показался вам полезным. Не забывайте лайкнуть его, нажмите кнопку лайк. Подписывайтесь на мой канал, если хотите изучать английский дальше со мной. И увидимся в следующем эпизоде. Начните свой день с английского завтрака. Пока! Субтитры подогнал «Симон»